АЛЛОСТУДИЯ АЛЛЛОСТУДИЯ 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 Что это за связь такая, а? То я не могу никому дозвониться, то мне не могут дозвониться. А если даже соединение не установлено, еще не факт, что поговоришь. Сигнал какой-то неустойчивый, совершенно слабый, и когда это все наладится, не... Неизвестно, в общем. Хорошо, я поняла ваш вопрос. Мы тогда попытаемся связаться с местным офисом, но уже прямо могу на опережение сказать, что они никакого ответа не дадут. Мы будем дозваниваться в головной офис, который находится в Архангельске, и пытаться выяснить. Хорошо? Хорошо. Все, смотрите нашу программу. Спасибо вам большое за участие. Всего доброго. До свидания. 2.11.45 наш телефон, и задавайте вопросы на сайте trksever.ru в рубрике «Алло Студия». Мы продолжаем дальше. Как говорила, вопросов у нас огромное множество, и вот они прямо переходят из программы в программу. Почему-то не хотят наши ответственные лица, порой чиновники, отвечать перед населением, что очень печально и, конечно же, нас не радует. Итак, следующий вопрос касается лодочных кооперативов. Я его зачитаю, он достаточно объемный, поэтому буду читать с листка. Когда закончится молчание и гнят по поводу оформления документов на водопользование лодочными кооперативами Нейнского округа именно в Нарьинмаре, а не в Архангельске? Вопрос касается пяти тысяч владельцев лодок и катеров. Или закрывайте все лодочные станции с возмещением всех наших убытков по благоустройству, укреплению берегов и так далее и тому подобное. Вопрос мы прорабатывали и решали, я вам скажу, достаточно сложно. Вопрос был к депутатскому корпусу Нейнского округа. Дозвонились в собрании депутатов, нам порекомендовали обратиться к вице-губернатору Олегу Ануфриевичу Белаку, потому что сейчас именно этот департамент природных ресурсов курирует данное направление. Кроме того, посоветовали нам в собрании депутатов в решение вопроса, если вдруг не устроит ответ, обратиться в ассоциацию лодочных кооперативов. Такая ассоциация существует на территории нашего округа. Либо вы можете обратиться напрямую к председателю собрания депутатов Нейнского округа Анатолию Васильевичу Мяндину. Но нам удалось записать руководителя департамента природных ресурсов Олега Белака, и давайте послушаем, какие советы он дает владельцам лодок и, в общем-то, тех, кто состоит в этих лодочных кооперативах. Нужно писать заявление в наш департамент. Некоторые кооперативы уже эти договоры о форме ввели. Там процедура очень длительная. Они пишут заявление, потом мы направляем документы на согласование Дзинско-Печерское управление Росвода, и потом получаем согласование, потом мы, собственно говоря, выдаем это решение. Идут, мы им всем поможем все, что нужно сделать. Что ж, ответ достаточно прост. Приходите, пишите, ну а дальше там уже вам разъяснят все детально, если есть такой интерес. Ну и, как сказала я ранее, куда можно еще обращаться. Следующий вопрос про пенсионный фонд, а вернее про распоряжение средствами материнского капитала. В частности, речь идет о тех самых 20 тысячах, которые совершенно недавно стали выдавать на нужды совершенно любые. И вот куда надо, туда и потратить эти 20 тысяч. Я помню, что такие меры правительством Российской Федерации, руководством страны были приняты в условиях кризисных или антикризисных, хотя мы так не говорим. Все у нас хорошо, все замечательно. Тем не менее, дали людям право потратить эти средства на любые цели. Был вопрос, какие документы необходимо предоставить для получения средств и как долго ждать их получения. Мы созвонили с пенсионным фондом, отделением в Ненецком округе, и вот какой ответ нам дали. Давайте послушаем. Документы, какие паспорт, сертификат, справка об открытии счета клипной организации заявления приходит, пишет самостоятельно гражданка. Деньги перечисляются в течение месяца после выноса решения. То есть, вот, мы услышали, какие документы, сроки достаточно маленькие, ждать один месяц, так что если у вас есть вот такая потребность, обращайтесь. То есть, у нас есть телефонный звонок, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Я вас слушаю, говорите, пожалуйста. Меня зовут Талех Шамилов. Еще раз, как у вас имя? Талех. Талех. Очень приятно. Говорите, пожалуйста. У меня... Алло. Я вас слушаю. У меня такой вопрос. Вот я работал ООО «Базис сервис» управляющей компанией. Угу. Эта управляющая компания обанкротилась. Так. И нас посократили. И до сих пор у нас расчетные не поступают. Угу. Я звоню Карповой Нины Васильевны и узнаю у нее, когда же перечисления будут. Она говорит, что ожидайте, потому что там как-то в банке еще по очереди там. Угу. Удачно перечислять. Вы можете нам дать контакт данной Нины Васильевны? Алло. Вы можете нам дать контакт на телефон Нины Васильевны, чтобы мы смогли позвониться? А, очень. Вы можете нам дать контакт данной Нины Васильевны? Алло. Да, я дам, только давайте не... Да, давайте. Вот вы сейчас трубку не кладите. Давайте нашему редактору сразу же дайте номер телефона, мы с ней свяжемся. Хорошо. И узнаем. Ага, трубочку не кладите, пообщайтесь с нашим редактором. Спасибо. Конечно, задержка, выплат по сокращению, тем более и так, да, неприятная процедура. Я думаю, что мы разберемся в этой ситуации. Ну, а так, хочу наперед посоветовать, если что, то, наверное, в прокуратуру можно обратиться. Там уж точно вам помогут с решением этой проблемы. 2.11.45 наш телефон, звоните и пишите к нам на сайте trksever.ru в разделе «Алло Студия». Мы в прямом эфире, целых 50 минут с вами, отвечаем на ваши вопросы, попытаемся вам помочь, как можно больше вопросов осветить, раскрыть какие-то тайны, да. Самое главное, чтобы люди на том конце провода охотно шли с нами на контакт, а не прятались, не взрывали голову в песок, как это очень часто у нас бывает. Пока наш редактор общается с Таллихом, я зачитаю большой-большой вопрос, который к нам поступил на сайте, тоже за время нашего отсутствия наших каникул по причине майских праздников, вопрос к епископу Наринмарскому и Мизенскому Якову. На какие средства планируется строить большой белокаменный храм в центре Наринмара? На ограждающем стройплощадку заборе висит большая растяжка, построим всем миром. Так вот, каким таким миром наша епархия собирается строить храм, если в Ненецком округе проживает примерно 40 тысяч человек? И даже если предположить, что каждый из нас кинется и даст на храм по тысяче, фантастический сценарий, наберется 40 миллионов рублей. Это ведь очевидно мало для такого проекта. Нам до эфира согласился дать интервью сам Владыка, поэтому мы сейчас будем ему дозваниваться и общаться, спрашивая, узнавая, что вообще с этим проектом по строительству, потому что на данный момент там работы остановлены, и хочется знать, что же нас ждет и на какие средства действительно он будет возводиться. Итак, сейчас мы будем ему дозваниваться. Он ждет нашего звонка. Надеюсь, что Владыка у нас не соскочит. Алло. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Владыка. Да, здравствуйте. Это прямой эфир программы «Алло Студия». Меня зовут Мария Владимирова. Владыка, поступил вопрос к нам касаемый строительства белокаменного храма в центре Наринмара. Интересуется жительница, на какие средства будет возводиться этот объект, потому что на растяжке, на ограждающем заборе написано «построим всем миром». Совершенно верно. Всем православным миром. Но это не значит, что кто-то принуждается, или какие-то средства, кроме пожертвований, будут на строительство храма использоваться. Так было всегда из Камии, так было всегда на Руси. Строили православные христиане. Соответственно, и законодательством никакие другие средства не могут быть использованы, тем более бюджетные. Точно так же первый этап нашего строительства, который представляет собой выполнение президентской программы возрождения духовных основ нации и патриаршего проекта «Русская Арктика» для всех новообразованных епархий, которые являются и наши епархии, возводятся за счет средств, выделенных Министерством регионального развития духовно-просветительских центра для того, чтобы люди могли и читать православные книги, иметь библиотеки, и встречаться с писателями, учеными, с богословами, чтобы они могли собираться. То, что у нас сейчас фактически нет. Поэтому в данном случае речь идет сейчас о строительстве действительно всем миром. Нужно понимать, что никто никогда не принуждал отдавать свои средства. Это всегда было добровольным пожертвованием и лептой человека православного на созидание Дома Божия. Доброе дело. Скажите, пожалуйста, Владыка, цена вопроса строительства, она какова, чтобы хотя бы представлять, сколько средств необходимо? Это чей вопрос? Это ваши зрительницы, да? Да, конечно, да. Вот когда мы закончим первый этап, тогда мы поговорим о втором. Пока мы строим духовно-просветительский центр, сумма определена, выделенные средства в размере 70 миллионов, они находятся на счету организаций, которые производят это строительство. Организацию мы это знаем, также знают ее и жители НАУ, потому что промка обстроя работает успешно в территории нашего округа с 1987 или 1988 года. Сейчас эта организация строит детские, уже построила, вернее, детские садики в Ускаре. Они помогают нам и в строительстве часовен. Кстати, вот в Ускаре часовня обустроена именно за счет этой организации, то есть не за счет ни жителей поселка, ни за счет регионального бюджета. И сейчас находящаяся там группа наших миссионеров, это священник и студенты Передовинской семинарии, они накормляют это село. И я недавно получил информацию, что очень с большой радостью жители села встретили наших православных миссионеров, которые делают все возможное, чтобы духовное возрождение было не только в нашем центре, на Ринмаре, но и в самых отдаленных поселениях. Благое дело, действительно. И вот, Владыка, уже последний вопрос от меня по конкретно этому комплексу православному. Когда срок окончания строительства, целиком завершения объекта? Вот смотрите, Мария, какие у нас встречаются препятствия. Слава Богу, что мы смогли закупить вовремя материалы и до этих больших подорожаний, связанных с изменением курса валюты. Вот морозы воспрепятствовали сначала вести бетонные работы, потом поломка на бетонном комплексе организации «Версайм», который нам предоставляет бетон, тоже повлекла за собой задержку. В сегодняшний день началась, слава Богу, началась заливка бетона на плите, который уже, как только бетон будет залит, плита подготовлена, на сегодняшний день эта заявка 60 тонн. Я думаю, что я сегодня был на площадке, разговаривал с мастером, ну, это должно быть с Божьей помощью быстро, дня 2-3, потом необходимые производственные работы по этой плите, и, надеюсь, если все будет хорошо, мы уже потом в начале июня приступим к возведению кирпичных стен духовно-просветительского центра. Но вот, опять же, по нашему закону не могут большие грузы перевозиться до определенного числа, потому что связано это с ледоколом, с ледоходом и с подтоплением почв. Значит, опять мы будем как-то стараться решать хоть по какой-то маленькой толике, но все равно кирпич завезем вместо хранения. У нас крайний север, и это очень накладывает такие сложности, которые не позволяют нам говорить, что вот, в отличие от большой, вот тогда-то и тогда-то мы это сделаем. У нас много форс-мажоров достаточно здесь существует. Ну, они существуют во всех обстоятельствах, потому что только самолетом можно долезти. У нас нет в определенное время по погодным условиям вообще связи с большой землей, мы и по реке, и по морю. Поэтому здесь эти обстоятельства накладывают свой отпечаток, но, по крайней мере, в тех людях, которые занимаются этим строительством, слава богу, с помощью нашего губернатора, я уверен, это люди, которые делают не за страх, а за совесть. Отлично. И больше за совесть, чем даже за деньги. Вот это вот очень хорошо. Благое дело. Владыка, спасибо вам огромное за комментарий. Всего доброго, всего хорошего. Пожалуйста, Мария. До свидания. До свидания. Это программа «Алло Студия». Наш телефон 2-11-45. Я думаю, что на вопрос нашей телезрительницы мы ответили достаточно более, чем достаточно исчерпывающий ответ прозвучал. Звоните, дозванивайтесь. Ну, а у нас есть вопросы свеженькие, которые к нам поступили. Давайте попробуем дозвониться до компании «Базис-сервис», чтобы узнать, когда же они собираются выплачивать средства людям, которые попали под сокращение ввиду того, что компания «Базис-сервис» была признана банкротом. Я так понимаю, номер телефончика «Талих» оставил. Так что давайте будем дозваниваться. Между тем, напоминаю, 2-11-45. Это программа «Алло Студия». Сдавайте самые острые вопросы. Мы будем пытаться решать их вместе с вами. Кроме того, мы сегодня будем пытаться дозваниваться в компанию МТС, дабы понять, почему у нас сотовая связь оставляет желать лучшего. Она действительно оставляет желать лучшего. Потому что иногда прям совершенно невозможно куда-то дозвониться. Итак, мы дозваниваемся до компании «Базис-сервис», чтобы получить ответ на вопрос. Я думаю, что таких как «Талих» достаточное количество людей. И этот вопрос касается не одного человека. Поэтому очень интересно узнать судьбу денежек, которые люди заработали, но не получили, к сожалению. Будем ждать, будем дозваниваться. Вопрос. Алло. Алло. Здравствуйте. Нина Васильевна? Да. Вас беспокоит программа «Алло Студия», телеканал «Север». Это прямой эфир. К нам обратился Талих, бывший сотрудник компании «ООО Базис-сервис», которая обанкротилась. И жалуется на то, что не могут люди, попавшие под сокращение по причине банкротства компании, получить денежки. Объясните, пожалуйста, почему так происходит? Ну, потому что там очередность существует. Где? Через разные платы. Базис-сервис. И вот расскажите тогда механизм выплаты этих средств людям, чтобы они понимали, наверняка таких как «Талих» не один человек сидит и ждет денежек. Какая очередность? Как вы определяете, кому первому дать, кому третьему? У нас это закон о банкротстве. Там существует очередность. Согласно закону о банкротстве. И согласно этой очередности, банк относится к платежке. Естественно, выдача заработной платы – это вторая очередность. Там платежки отнесены все, кто, третьи, которые были уволены. Там заработная плата уже выплачена. Сейчас идет выплата, по-моему, выходного посудия. Да-да-да, именно про выходное посудие. Да-да, сейчас идет выплата выходного посудия. Но все ждут своей очередности. Там иначе по-другому никак нельзя. Это согласно закону о банкротстве. Хорошо, а вот согласно этому закону есть какие-то сроки, ожидания? Потому что ждать ведь можно и год. Нет, дело в том, что другие, другие… Там идет от продажи имущества должника. Здесь продажа имущества должника, нет, здесь дебютовская задолженность. Это взыскание дебютовской задолженности. То есть население. Так. То есть вот когда денежки поступят от населения, взыщут, тогда и люди получат. Да, вот денежки поступают от населения, и, естественно, выплачивают это за задолженность. А большая задолженность была? Ну, немаленькая. Немаленькая, да. Что ж… Кроме того, каждый месяц начисляется компенсация за выходное пособие. Если человек приносит трудовую книжку, что он не устроился на работу, и… И потом он ждет просто-напросто. Понятно. Да, естественно, конечно. То есть конкретно сказать человеку, сколько ему придется стоять, ждать этой выплаты, невозможно. Но я не могу ему сказать, потому что там зависит от того, как поступают средства на счет. А может человек позвонить в банк, например, и спросить, когда я получу деньги? Да, конечно, в банке не скажут. Не скажут. Он звонил мне сегодня, я ему сказала, все платежки в банке, вот сегодня поступило всего только 8 тысяч. Кому-то списалось сегодня. Что ж, делать тогда такое, ожидать нужно. Спасибо вам большое, Нина Васильевна, за разъяснение. Спасибо, до свидания. Я думаю, что Талифу теперь понятно, вот когда все должники коммунальные услуги переведут средства, то тогда, наверное, те, кто попали под сокращение, и получат денежки. 2.11.45, телефон прямого эфира, это программа «Алло Студия». Дозванивайтесь и задавайте вопросы. У нас есть вопрос о том, когда же будет введен детский сад на 220 мест в поселке Лесозавод, и насколько он поможет разгрузить очередь. Попадут ли в этом году в детские сады дети, рожденные, например, в мае 2013 года? Был такой вопрос от нашей телезрительницы. Скажу так, мы дозвонили сегодня в управление образованием города. Нас, мягко говоря, отправили, не дав никакого разъяснения, сказав, что мы ничего не знаем, ничего говорить не будем. Поэтому давайте в рамках прямого эфира прям будем звонить туда и спрашивать, когда, что будет сделано, дабы дать ответ вам наши уважаемые телезрители. Управление образованием города. Мы звоним. Находимся в ожидании. Понедельник, день тяжелый. Либо обедают до сих пор. Так, трубку не берут. Хорошо, ладно, будем дозваниваться чуть позже, потому что вопросов у нас очень много. Спасибо. Давайте будем искать ответ на следующий вопрос. Ну и по пути тогда задача редакторам найти контакты МТС, которые находятся в Архангельске, потому что, я так понимаю, это он отвечает за связь в Невском округе. Так, еще один вопрос, касаемый ограничений по провозу багажа по местным авиалиниям. Наринмарский объединенный авиаотряд, давайте будем пытаться дозваниваться туда и выяснять, почему были введены такие ограничения. Если вы помните, то жители Буглино, по-моему, жаловались, то, что невозможно более 20 килограммов провести, даже за доплату, за перевес, как обычно делается. Давайте будем звонить. А наш телефон 2-11-45, тоже принимайте участие, задавайте актуальные вопросы, все, что вас волнует. Мы, по крайней мере, озвучиваем, пытаемся дать ответ. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вас беспокоит программа «Алло-студия». Меня зовут Мария Владимирова, это прямой эфир. Могу ли я пообщаться с руководством? Нету, Валерия Гентьевна, месте. А кто-то еще есть? Просто у нас вопрос, который уже с апреля месяца мы никак выяснить не можем. У нас начальника Андрея Анатольевича тоже нет, он в отпуске. В отпуске. А когда можно перезвонить? До трех часов можно перезвонить? До трех часов нет, я думаю, что только до шесть часов, наверное, где-то. Понятно. Ладно, спасибо большое, до свидания. До свидания. То есть мы опять оставимся без ответа на этот вопрос. Я вот себе прямо буду ставить плюсиками и заведу рейтинг вопросов, которые переходят из программы в программу, и вот нам не удается выяснить. А потом мы будем что-нибудь решать с этими недобросовестными ответчиками. Конечно, не, не каждый из этих недобросовестный. Вот авиаотряд, они нам исправно всегда дают комментарии, просто вот в силу каких-то обстоятельств. Управление здравоохранения. Господин Балабон очень хочет, конечно же, дозвониться. Скажу так, мы ему сегодня дозванивались прямо с самого утра. Но как-то вот безуспешно. Человека нет на рабочем месте. Сколько ни звони, он никогда не берет трубку. Давайте попробуем еще раз позвонить. Александру Владимировичу Балабону. Вопрос есть. Еще есть вопрос конкретно по УЗИ в детской поликлинике. Мы звоним. Я вот даже гудков не слышу. Тяжело дозвониться. Работают ли люди? У меня вопрос возникает. Вот гудки, конечно, слушать приятно. Находиться в ожидании такого, а вдруг. Ладно, снимаем тогда телефонный звонок. Находиться в ожидании того, что скажут на другом конце провода, конечно, приятно. Но еще приятнее, конечно, получать конкретные ответы на вопросы, которые задают граждане. А задают вопросы граждане нам. Почему? Потому что они сами не могут добиться ответа и найти истину. Яркий пример тому вопрос Аркадия, который к нам на сайт уже писал давным-давно. Вопрос касался земельного участка для многодетных семей, которые, в общем-то, существуют только на бумаге, получается. Мы делали запросы в мэрию. Мы непосредственно общались вот здесь, в прямом эфире, с господином Гончаровым. Он отказался давать комментарии, но мы сказали, что придем к нему в гости. В гости мы к нему до сих пор не сходили, потому что не можем собрать всю нашу компанию жалующихся. Но, тем не менее, мы получили от него очень замечательный ответ на вопрос. Я думаю, что, может быть, Аркадию он тоже пригодится. Управление строительства ЖКХ и градостроительной деятельности администрации муниципального образования городской округ город Наринмар сообщает, что для подготовки полного ответа на вопрос телезрителя Аркадия, который поступил в программу Аллу-студию, просим предоставить адрес земельного участка с кадастровым номером. Вот я думаю, что если вы, Аркадии, господину Гончарову обратитесь с номером земельного участка кадастровым, то, скорее всего, вы получите ответ. Но если мы еще полгода об этом поговорим, то, может быть, и вообще ситуация поменяется в корне. Я не знаю, сколько требуется времени для того, чтобы какая-то тема, казалось бы, на первый взгляд достаточно понятная, стала понятной нашим чиновникам. Потому что мы сейчас играем в перекидывание, говорим, что это не наши полномочия, что полномочия ушли, спрашивайте там-то. Ничего подобного, дорогие друзья. Каждый отвечает за свое направление деятельности, отвечать должен перед населением, для которого вы и работаете, а не проводя многочисленные совещания в кабинетах. И, в общем-то, вот мы, например, иногда не можем дозвониться до определенного ответственного лица, потому что он каждый раз в это время на совещание. Ну, нельзя же все время совещаться, правильно? Надо когда-то и для людей поработать. 2.11.45, наш телефон, это программа «Алло Студия». Я жду ваших телефонных звонков, чтобы уже начать отвечать на них. Кроме того, пишите к нам на сайте trk.sever.ru в разделе «Алло Студия». Алло, здравствуйте, Александр Владимирович. Да, здравствуйте. Вас беспокоит прямой эфир программы «Алло Студия», телеканал «Север». Меня зовут Мария Владимирова. Звоним вам прямо вот на мобильный, потому что уже не можем дозвониться на стационарный. А много вопросов есть у населения, которые хотят знать ответы. Скажите, пожалуйста, как реализуется программа «Меры социальной поддержки при кредитовании на приобретение строительства жилья в Ненецком округе?» Участники программы жалуются на то, что нет движения очереди. Помощь от округа получают только те, кто идет вне очереди. Мы сегодня выслушали ответ губернатора, который нам рассказал про альтернативную, вторую, так сказать, ипотечную программу. А что же с первой? Расскажите нам, пожалуйста. Ну, знаете, наверное, по данному вопросу более бы вам ответил Свиридов Сергей Анатольевич. Ну, нас вот к вам прямо адресовали. Так, хорошо. Потому что данное направление он курирует, да. Соответственно, он бы вам подробно и ответил. Так, хорошо. А еще есть такой вопрос. Касается он УЗИ в детской поликлинике. Нам рассказали жители, ну, я сама, например, являюсь тоже мамой, хожу в детскую поликлинику, о том, что невозможно попасть на прием, что-то будет меняться. Вот мы связывались с заведующей детской поликлиникой, она сказала, что все вопросы в управлении. Вот мы в управлении и обращаемся. Вопросы в управлении по поводу того, что нельзя попасть на прием? По поводу того, что будет меняться или будет как-то меняться эта ситуация в плане привлечения специалистов либо увеличения объемов оборудования. Какие-то меры будут предприниматься? Вы отдельно выводите вопрос, что касается обследования детей по УЗИ. Так я понимаю? Да, 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 да. В детской поликлинике. В детскую поликлинику. Да. Ну, во-первых, у нас есть возможность записаться на прием, это через регистратуру, плюс это через систему онлайн, да, через аппараты, которые у нас стоят, можно провести запись на прием. Я надеюсь, что к участковым терапевтам там очереди нет и проблемы записаться, обратиться. Если к более узкому, там, согласно, у нас с вами есть тормотив. То есть до 10 дней прописано в программе госгарантий, в результате чего мы ожидаем консультацию узкого специалиста. То есть вы можете записаться. Если есть необходимость экстренной консультации, да, например, врач-участковый, педиатр, видишь, что нужно ребенка экстренно проконсультировать, здесь этот вопрос решается в оперативном порядке непосредственно заведующей поликлиникой. Да, и лечащим врачом. То есть здесь помощь никак не может быть не оказана пациенту по поводу обращения, но это принимает решение доктора, да, лечащий, соответственно. Вот. А то, что касается момента УЗИ, это то же самое, по такому порядку все происходит. То есть по назначению выделяется и сталоны на данный ветобследование, да, население ребенка и в порядке очереди, что предоставляется. Так вот именно, что это очередь, как говорят жители, даже дети стоят на учете, и они, например, длительное время не могут попасть на УЗИ, потому что идет, к примеру, диспансеризация, или там какие-то медосмотры проходят. Вот можно как-то совместить приятное с полезным, я не знаю? Вот, ну, в рамках диспансеризации, это вы же прекрасно понимаете, это тоже то рамка госзадания, которое выделяется на лечебную организацию, это тем более прописано и в министерских документах, когда мы должны детей, да, посмотреть, вот, в объемах телехиных, которые, соответственно, провести методы обследования. Вот, то есть данное мероприятие мы с вами должны выполнить. Конечно, оно проходит не весь год, вот, не в течение всего года, там определенный промежуток времени, соответственно, оно и занимает определенное время, но в Нинско-окружной больнице, по большому-то счету, есть у них немножко резерв, который позволит ситуацию улучшить по данному направлению, когда, я понимаю, что там не хватает, да, специалиста, есть вакансия, чтобы в полном объеме оказывать на определенном уровне данную помощь, да, эта проблема существует, потому что всего буквально там один специалист, вот, к сожалению. Поэтому по данному вопросу мы работаем совместно с руководством больницы о приглашении специалиста из других территорий. Вот, и тогда последний вопрос, как вы относитесь к такому предложению, я тоже этот вопрос задавала Али Павловне, когда напрямую жителям предлагают пройти за собственные средства в другом городе УЗИ необходимо, если нет терпения подождать? Нет, ну, как я лично отношусь к этому вопросу, я вот лично, когда мне нужно, я говорю про себя, пройти было обследование, он проходил в другом городе, просто возможности его пройти в городе Наринмаре у меня не было. На тот момент мне нужно было, ну, оперативно этот вопрос отработать. Но это вопрос каждого индивидуален. Есть ли возможности пройти обследование, тем более если оно гарантировано программой госгарантий, а в ней прописано, в течение какого времени пациент, там, если строчка, да, он должен на него пройти. Вот, тем более это и предоставляется ему по системе ОМС, да, это все идет в рамках этой программы. То есть данное право у пациента есть. Он может им воспользоваться. Практически то, что в округе делается, но все прописано в данной программе госгарантий. Вот. Может быть ситуация, когда пацан, например, едет за пределы округа, бывает, что там в отпуске или по тем или иным проблемам, можно порекомендовать, если у вас есть возможность, я говорю, вот так, если есть возможность, и вы хотите пройти то или иное обследование, например, в городе Москва или Санкт-Петербург, ну, вы там будете на области находиться, вы можете это все пройти обследование, потому что, к сожалению, не все методы обследования есть у нас с вами в городе, да, вот. Думаю, в рамках вот этого, то, что, например, у нас нет возможности провести данное обследование на территории Ницкого округа. Если это связано с высокотехнологическим методом оказания помощи, да. А по каким это направлениям, быть может, сейчас вы рассказываете, так интересно, у людей возникнет вопрос, а что это за высокотехнологичная помощь? Хотя бы один пример. Ну, например, это проведение операций, которые связаны с заболеванием сердца, да. А суставы тоже сюда входят? Все болезни сердца, суставы тоже сюда входят, это эндопротезирование, да. Ну, тут критерии отбора пациента, определенные свои существуют, когда, соответственно, готовится, плюс еще и дополнительная информация, связанная с обследованием данного пациента, она, эта информация потом направляется, если в этом есть необходимость определенный федеральный центр, который делает свое заключение, и по ихнему приглашению, соответственно, тогда пациент направляется в данное федеральное учреждение, федеральное учреждение на лечение. Ну, вот если с ребенком где-то... Это процедура отбора, все это знает, все это проходит, и департамент оказывает всевозможную помощь, когда обращаются люди. Но вот если с ребенком прошли где-то УЗИ, а если с ребенком в другом городе за денежки прошли родители УЗИ, ну, у них просто вот уже в безвыходной ситуации, а средств не так много, округ к этому компенсирует эти затраты или нет? Округ компенсирует, при наличии соответствующих документов, да. Тем более, если к этому было показания. Не по доброй воле, да? Если доктор написал, да, показания, вот, вам нужно пройти, а возможности нет. Может быть, по ряду тех или иных причин. Например, ну, доктор заболел, да, который работает на данном аппарате, а у родителей есть возможность выехать. То есть это все должно оговариваться с лечебной организацией. Вариант пути решения о этом вопроса есть, да. И еще один вопрос, последний, который к вам, я так думаю, по медицинской части, раз мы с вами общаемся, адресован. Житель Наринмара, вот два вопроса поступило нам по одной теме, интересуется, можем ли мы через управление здравоохранения провести операцию на глаза по улучшению зрения? Будет ли нам оплачено данное лечение? Вопрос задан в широком смысле. То есть можем ли мы напрашивать за то, что вы можете? Ну, я вам сразу скажу, для этого существуют, для проведения данной операции, свои критерии. То есть нужно знать, какая операция должна производиться, правильно? Ну, наверное, по улучшению зрения, наверное, да, надо там. По улучшению зрения, ну, есть определенное, это, например, может быть глупо, да, однозначные показания, тем более он может потерять зрение. Направляет кестрю. Есть такое заболевание, как катаракта. Есть показания, направляем, оперируем. Есть там ряд других, да. То есть здесь нужно смотреть конкретно по пациенту. Потому что понятие может, оно сборной, да, операция на глазах. Но она какая? Вот это косметическая операция, ну, тут уже нет. Правильно. Понятно, да. То есть надо более глубоко... Это непосредственно, да, отрабатывается с лечащим врачом, когда он обращается постоянно на прием. Конкретно, да. Что ж, спасибо вам большое за развернутый ответ. Очень рада, что нам удалось до вас дозвониться. Всего доброго. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. 2.11.45, телефон прямого эфира. Это программа «Алло Студия». Время еще есть. Правда, времени у нас остается всего-навсего 9 минут. Так что как-то очень быстро пролетела программа. Дозванивайтесь. Давайте попытаемся мы дозвониться до МТС, дабы узнать про качество связи. Вот этот вопрос уж точно волнует, я думаю, каждого жителя, который находится, работает, дружит, живет с этим оператором сотовой связи. По-другому я сказать не могу, в век информационных технологий без мобильного телефона мы просто не представляем в своей жизни. А когда качество связи отвратительное, и когда вот срочно нужно что-то решить, и ты просто не можешь дозвониться, то кажется, что иногда мир сейчас рухнет. Ну вот у меня такое бывает, если честно. Поэтому я тоже очень хочу узнать ответ на вопрос по качеству связи. Сразу говорю, в местные мы звонить не будем, потому что они здесь, в общем-то, как они себя называют, вот филиалом, который не принимает никакие решения и не дает комментарии. Всегда отправляют нас выше. Сейчас будем искать контакт, будем дозваниваться, быть может, там какой-то единый есть центр, номер, по которому можно дозвониться. Главное, не висеть 15 минут на линии в ожидании очереди. 2-11-45 наш телефон, дозванивайтесь и задавайте вопросы. Даже если вы задаете вопрос сегодня, вы можете его, кстати, задать сегодня, если вопрос у вас достаточно сложный, мы в течение недели до следующей программы будем его прорешивать, будем искать пути решения, кому дозвониться и выяснить. Так что, чтобы было у нас время за дел, как говорится, есть такой вопрос, звоните, не стесняйтесь, мы будем решать его и всегда с удовольствием вам помогаем. А пока из нерешенных, конечно, у нас остается достаточно много вопросов, но, слава богу, мы по УЗИ поняли, ничего перспективного, грубо говоря, нас не ожидает и очень, конечно, печально. Но, тем не менее, вот если появится специалист, еще один, быть может, ситуация все-таки улучшится. Ведь дети наши цветы, жизни, как известно, и должны мы им уделять огромное внимание, поливать, взращивать. Также у нас с вами остается вопрос, который нам пока не удалось прорешать. Он касается, сколько квартир на улице авиаторов будет распределено среди тех, кто стоит в общегородской очереди и среди тех, кто стоит в очереди по переселению из ветхого аварийного жилья. Обещаю, наша телезрительница, которая задавала этот вопрос, мы обязательно добьемся, мы обязательно получим ответ и не дадим, в общем-то, спуску. Будем все равно идти и искать ответы на поставленные вам вопросы. В противном случае, вот я себя чувствую некомфортной, когда мне не удается дать ответ людям на те вопросы, которые вы задаете. Вот вроде бы мы существуем для этого, наша программа специально для этого создавалась. И по независимым от нас причинам, да, мы иногда не можем сделать. Хотя мы знаете, что можем? Мы можем отправить нашу съемочную группу в кабинет к тому чиновнику, который нам, например, длительное время не отвечает на вопросы. Кстати говоря, вы можете нам не только жаловаться в эфире, задавать вопросы, вы, например, можете еще звонить к нам сюда, в студию, и говорить, приедьте, пожалуйста, по такому-то адресу, у нас там творится такой-то беспорядок. Мы с удовольствием приедем и снимемся, и прямо в рамках программы здесь покажем, что же за беспорядок, о котором вы нам рассказываете. Слава Богу, мы для того и работаем для вас в прямом эфире. Наш телефон 2-11-45. Звоните, время идет очень быстро. Остается 5 минут до завершения программы. А мы, я напоминаю, будем дозваниваться сейчас в офис МТС. Хочется узнать у режиссера, как у нас там дела с поисками контактов. Пробуем дозваниваться. Напомню, что вопрос был от Виктора Сергеевича. Сейчас будем звонить и выяснять. И что я вам могу еще посоветовать? Те вопросы, которые вы нам задавали, и вы слышали, например, ответы, или наоборот, вам не удалось их услышать, но вы знаете, к какому ответственному лицу можно обратиться, мне кажется, смело идите туда, говоря о том, что иначе мы с телевидением в следующий раз придем. Тогда, я думаю, вопрос будет решаться быстрее и оперативнее. Вот потому что в другом я прям даже не знаю, как по-другому действовать иногда. Вы сами видите, все это сложно, очень решается. Невозможно порой вот некоторые вопросы у нас уже месяцами висят, и мы не можем добиться на них ответа. И, кстати говоря, по квартирам мы тогда подготовим большой ответ вам в виде интервью к следующей программе у Сергея Анатольевича Сверидова по вот этой программе, да, меры социальной поддержки. Там потому что очень много различных направлений, и первоначальные взносы, и компенсация процентов за пользование кредитом, чтобы иметь представление по цифрам, по конкретным данным, по количеству очередников, может быть, какие-то перспективные данные вам предоставят. Так что давайте подождем в следующей неделе. Мы съедем к нему с камерой, с микрофоном, и запишем его по этому вопросу. 2.11.45 наш телефон. Времени очень мало. Звоните, задавайте вопросы, либо пишите на сайте trksever.ru. Алло. Я вас слушаю. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Это вас беспокоит из города Нарьинмар. Меня зовут Мария Владимирова. Это программа Алло-студия, прямой эфир, телевидение. К нам обращаются жители города Нарьинмар с вопросом, почему отвратительное качество связи МТС на территории Ниньского автономного округа? Вы можете пояснить нам, почему здесь такое плохое качество связи? У нас такой информации нет, к сожалению. Мы каждую ситуацию рассматриваем по факту с конкретного номера. И сейчас какая ситуация в этом регионе, я вам не подскажу, к сожалению. Ну вот все жители, которые здесь находятся и пользуются МТС, всегда жалуются на то, что связь очень плохая. Невозможно дозвониться. Это я вам тоже, как пользователь МТС сейчас говорю, да? Невозможно дозвониться, всегда сбрасывает. Ну, очень часто сбрасывает. Качество связи плохое, плохо слышно собеседника. И вы знаете, мы даже ставили иногда эксперименты, меняли телефоны, думая, что, быть может, с одного телефона плохо слышно. Оказывалось, что дело совершенно не в аппарате, а в качестве связи. Вот можно будет как-то... Значит, надо ситуацию по региону смотреть. Для этого мне нужны номера конкретные предоставить. Мы рассматриваем ситуацию по региону по факту, если ситуация на данный момент обстоит. Вы сейчас можете мне предоставить номер телефона, адрес, где вы находите, но проверить ситуацию по региону. Ну, давайте я вам... Нет, я вам свой номер не скажу. Сейчас, секундочку. Подскажите мне какой-нибудь нейтральный номер вот из наших сотрудников. Давайте, Ленина, 25А. А, сначала адрес. А еще раз, название города или это поселок? Город Нарьянмар. Номер телефона, по которому хотите проверить. Секунду, сейчас. 9-1-1-6-5-4-2-3-4-5. И, пожалуйста, точный адрес по поселку, название улицы, номер дома. Город Нарьянмар, улица Ленина, 25А. И на кого, пожалуйста, номер зарегистрирован, тот, который вы назвали мне? Вы понимаете, это прямой эфир телевидения. Я вам сейчас не могу раскрывать данные все о человеке. Это один из сотрудников... Вы понимаете, у меня процедуры работы свои. Я работаю по процедурам, которые мне обязывают эти данные спросить, если такова ситуация. Хорошо, давайте тогда мы сделаем следующим образом. В рамках неэфира мы вам дозваниваемся, общаемся с вами, записываем наш телефонный разговор, а в следующей программе мы выдаем в эфир. Окей? Ну, по поводу этого не подскажу. Разговор, пожалуйста, но предупреждайте заранее об этом оператора, с которым вы свяжетесь в следующий раз. Хорошо? Хорошо. То есть вот так конкретно сказать, почему плохая связь невозможна? Нет, конечно. Мы каждый случай рассматриваем по факту. Сто в регионе, по адресу, по номеру. Может быть, ситуация и вовсе не в регионе, а по номеру, и что конкретно. То есть каждая ситуация разная может быть. В общем, ситуация я вам сейчас не подскажу по региону. Хорошо, спасибо вам большое. До свидания. Спасибо, Жанна. Удачного дня. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Что ж, ответ-то мы, конечно, не получили. Что я вам рекомендую? Массово, наверное, сейчас обращаться в МТС и говорить, бегать прямо по городу с телефоном. Я сейчас нахожусь в этой черте города или в этой черте города. И связь будет плохая. Так что давайте мы атакуем, наверное, эту компанию по телефону 0890. Ожидайте там с мобильного ответа оператора. И поставим такой эксперимент. Да, выясним, почему у нас плохая связь. Если массово окажется, что проблема в номере, то это, по крайней мере, какая-то бредовая, по-моему, ситуация. Ну, слава богу, наш телефон 21145 всегда работает исправно. Так что звоните к нам. А на сегодня мы с вами прощаемся. Услышимся и увидимся в следующий понедельник. Всего доброго. Будьте счастливы.